История России Итоги царствования Ивана IV Наследником был объявлен царевич Федор Младенцу Дмитрию с матерью был выделен в удел Углич Воспитателем юного царевича стал Бельский 18 марта 1584 года царю стало лучше Он попросил шахматную доску Расставил фигуры И хотел сыграть с Бельским в шахматы Но внезапно упал и навеки закрыл глаза Иван Грозный лежал уже мертвым Но все еще был страшен для царедворцев И его не объявляли умершим Наконец раздалось Не стало государя Личность Ивана Грозного Здесь мы уже итог начинаем подводить Сложна и многогранна Он был достаточно умен Хитер, образован Имел редчайшую память Обладал колоссальной твердостью характера Но методы которыми он проводил свою политику Были отмечены средневековой жестокостью Первый вывод который мы можем сделать И это мое глубокое личное убеждение Что Иван Васильевич Четвертый Прозванный Грозным Был самым выдающимся Самым мощным Сильным Государем России С ним не может сравниться Петр Первый Достижения его тоже колоссальные Но значительно слабее С ним не могут сравниться Также Не Владимир Святой Не Ну может быть Может быть Только И Иван Калита Своей хитростью Умом Таким вот Личность Может быть Но все равно Довольно таки Это Это проблема Это проблематично Иван Грозный был самым великим Царем Не случайно Его Ненавидят Все наши Враги Во внешней Политике Иван Четвертый Неуклонно Следовал великим делам Своего деда Царствование Ивана Четвертого Васильевича Было построено Много новых городов В их числе Чебоксары Казмодемьянск Орел Данков Епифан Венев Чернь Тетюша Алатырь Арзамас Кто может похвастаться Но может быть Только Сталин Во времена правления Сталина Еще много городов Мы построили Нынешние наши руководители Не строят городов А если и строят То небольшие городки Например Как при космодроме Восточном Во времена царствования Ивана Четвертого Был принят новый судебник К России Присоединены были Казанское Астраханское ханство Сибирь Со своими Многочисленными Ханствами Иван Четвертый До конца своих дней Помнил Развалины Сожженные В 1571 году Татарами Москвы В 1581 году Если верить Свидетельствам Современников В столице проживало Чуть более 30 тысяч человек То есть В 6 раз меньше Прежнего Царь Любил Роскошь В московской казне Лежали Груды Жемчуга Золота Золота И серебра Надо сказать Что золотой запас При царе Был колоссальным При Иване Грозном Задавались Богатые Перы На которых В течение 5-6 Часов Угощали До тысячи гостей Ну как правило 500 600 600 700 Гостей Однажды Помимо знатных Людей Москвы В Кремле У царя Обедало 2000 Новых союзников Ногайских Татар Правда В народной памяти Иван 4-й Грозный Остался Как царь Тиран Царь Мучитель Задание На дом Охарактеризовать Личность Ивана Грозного Второй Вопрос В каких Событиях Личной Жизни Иван Четвертый Проявлял Неуравновешенность Граничащую С Психическим Расстройством Третий Вопрос На каких Слоях Населения Наиболее Жестоко Сказалось Опричнино А также Татарское Разорение И Львунская Война Четвертый Вопрос Можно ли Дать оценку Итогам Царствования Ивана Грозного Как положительную Или Здесь Есть И положительные И отрицательные Моменты Пятый Вопрос Покарактеризовать Отношения Ивана Грозного Со своими Домочадцами С детьми И С женами Спасибо За внимание На следующем Занятии В видео Уроке 126 Мы с вами Изучим Царствование Федора Ивановича Или Иоанновича 1584 1598 До свидания До свидания